Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня у нас в студии Дмитрий Набатов, психолог. С ним мы поговорим об очень актуальной весной теме – о чувствах. Итак, Дмитрий, весной просыпается не только природа, но и просыпаются чувства у людей, как принято считать. Между тем обостряются и депрессии у многих. Почему это происходит? Часто бывает так, что человек перестаёт чувствовать, и из-за этого у него возникает депрессивное состояние. То есть один из компонентов как раз депрессивного состояния – это подавленное чувство. То есть когда человек запрещает себе впечатляться про какие-то события, даже когда весна просто пришла, там листочки распустились, там ветер приятный. И порой некоторые люди не замечают этого. А от этого душа как будто наполняется такой своей пищей, начинает радоваться. То есть, если я правильно понимаю, то люди стесняются проявления тех или иных эмоций, и подавляя их в себе, получается, что начинают грустить. В нашей культуре это вообще очень частое явление, когда люди подавляют свои эмоции. То есть у нас есть представление в культуре, например, что, скажем, злиться – это плохо, грустить – это плохо, жалеть себя – это тоже плохо. И часто, когда люди запрещают себе проявлять эти чувства, например, скажем, если человек запрещает себе злиться или грустить, то, по сути, это никуда не девается. А внутри все равно остается вот такой фон такой, знаешь. И когда внутри очень много накопленных чувств, там, негативных, да, то это мешает человеку как бы себя пустить другие чувства, такие более светлые, там, позитивные. Ну, то есть как будто у него нет пространства внутреннего для этого. Вот. И это тоже часто бывает связано с депрессиями, когда очень много чувств накоплено, и человек просто не может впечатлиться о, скажем, то же самое весне, о там, цветочках, ветерке. Так а почему принято считать, и не только принято считать, но статистика показывает, что именно весной происходит обострение, то есть люди, кто-то становится более агрессивным, кто-то замыкается в себе, то есть все это более явным, чем зимой или в другие периоды. Ну, связано с тем, что природа просыпается, вот, человек как будто тоже просыпается, вот. Вот. И, конечно, скажем, весна, там, различные периоды смены картин, да, даже вот у людей, которые имеют, там, те или иные психические отклонения, у них происходит некоторое обострение. Вот. То есть происходит смена картинок, то есть человек привык к одному, например, привык к зиме, вот. И тут происходит некая такая смена картинок, вот, начинает что-то меняться. И порой некоторые люди, ну, на это реагируют довольно, ну, некоторые агрессивно реагируют, некоторые впадают в тоску. Вот. Для меня это больше про то, как вообще человек, ну, так, принимает некоторые изменения в своей жизни, да, как он на них реагирует. Вот. Потому что разные времена года – это разные тоже состояния. А вот, допустим, если говорить о тех людях, которые приходят к тебе, как к психологу, с какими проблемами весной сталкиваешься чаще всего? Ой, ну, сейчас ко мне в последнее время больше со страхами идут, вот. Вот. То есть люди обращаются со страхами различных категорий. Агрофобия, там, боязнь больших пространств, социофобия, боязнь людей. Вот. То есть у меня вот сейчас как-то вот больше в этом направлении идёт работа. Почему-то со страхами очень много связано. А есть ли страх чувствовать? Вот. Если уж мы заговорили о чувствах. А, есть, конечно. Ну, например, если у человека в жизни случается какое-то событие неприятное, ну, бывает травматическое, да, что-то с ним случилось, скажем, его бросили. Вот. Часто бывает такое, да. Вот. И когда он вступает в новые отношения, вот, вот этот страх, он у него может, ну, как бы фонить. И, соответственно, он этим отношениям, ну, не так отдаётся сильно. Вот. Как будто в них, ну, наполовину открываться боится, там, чувствовать боится, запрещает себе. Потому что психика, она так устроена, что если, скажем, у человека есть какая-то травма внутренняя, то она всячески пытается защититься от повторной такой травматизации. Вот. И, соответственно, при похожей ситуации начинает себя так вот защищать. Ну, и человек не позволяет себе, там, отдаться отношениям, например, да, которые у него возникли вновь, чтобы не натолкнуться на то же самое, что и было. А если вообще говорить о категории чувств, эмоций, что это такое? Зачем они нужны человеку? Чувства – это вообще как орган практически. Вот. Ну, я считаю. И не только я, и вообще, я думаю, психологи многие со мной там согласятся, что это как зрение, как вкус. Вот. То есть зрение, мы там, служит нам неким таким ориентиром в мире, да, то есть запах тоже, а чувства тоже, мы на них, собственно, опираемся. То есть происходит какое-то событие в нашей жизни, да, какой-то разговор, там, какая-то встреча, да. Да, и если мы опираемся на чувства, не только на голову, не только на мысли, мы можем понять, там, как нам это, в смысле, что у нас происходит внутри, там, приятен нам тот человек или неприятен, там, нравится нам эта работа или не нравится. Потому что у многих людей часто бывает сложность, там, скажем, проблемы с выбором, потому что они опираются не на чувства, не только на чувства, но просто только на голову. То есть решают чисто логически. Вот. А я вот занимаюсь гештальтерапией, и, собственно, основная цель гештальтерапии, чтобы человек целостно начал осознавать, но не только чувствами, чтобы и тело подключалось, чувства и интеллект. Вот. Чтобы человек мог целостно ориентироваться, но в окружающей среде. Вот. Ну, а большинство, конечно, ну, в нашей стране тоже большинство людей больше учат думать, там, чем чувствовать, да. То есть даже когда, скажем, родители учат своих детей, они говорят, ну, думай, что говоришь. Вот. В смысле, они не говорят, там, чувствуй, что говоришь, да. Вот. Потому что чувство – это же такая эмпатия некоторая к другому человеку, когда ты можешь присоединиться к другому человеку и, ну, как бы понять, скажем, то, что вот сейчас скажу ему в данный момент, как ему будет, приятно, неприятно. Вот. Или если бы мне такое сейчас сказали, то есть как бы мне было бы. Вот. То есть тут больше нужно все-таки ориентироваться. Это не на голову все-таки, а на чувство, правда. Ну, то, что в эмпатии называется – способность переживать с другого человека. Приходят ли к тебе вот люди, которые говорят, вот у меня постоянно отключается голова, и я под влиянием чувств совершаю ошибки те или иные? Бывают ли такие случаи? Довольно редко. Если честно, к психологам приходят люди, которые очень умные. Вот, правда. То есть мало приходит людей, которых вот просто не могут себя контролировать, накрывать какие-то аффекты. К нам больше приходят те люди, которые очень много думают. Вот. И, ну, и не опираются на чувства. И тут наша работа, вот моя работа как психолога – научить людей, чтобы они не только думали, вот, но и научились еще понимать, что с ними происходит внутри. И, допустим, вот если говорить о весеннем обострении, то задача твоя как психолога. Человек приходит и говорит, все, у меня апатия, тоска, депрессия. Что первым делом делаешь ты как психолог? Ну, я первым делом не уточняю, как он вообще это понимает. Потому что тоска, апатия, депрессия – это довольно слова такие абстрактные. Вот. Я начинаю обычно задавать точнейшие вопросы. В смысле, там, как ты это понимаешь, да, как ты это переживаешь. И бывает так, что у человека не везде, не во всех сферах апатия, депрессия, а бывает, что у них может быть отношение с кем-то просто не ладится, да, или там на работе где-то какие-то несостыковочки. То есть я как психолог начинаю его вначале фокусировать. Вот. На каких-то таких более конкретных моментах. Как он так понимает, что у него действительно апатия, депрессия? Как он это переживает, правда? Если говорить о чувствах, вот отношения не ладятся, допустим, да? Было чувство, чувство прошло. Что, почему вообще чувства проходят? Ты имеешь в виду к человеку какому-то отношению? Да любое совершенно. Их же разнообразный спектр, насколько я понимаю. Ну, допустим, да, к человеку. Ну, на самом деле нормально, что они проходят. В общем, то есть, ну, их нужно постоянно инициировать, запускать. То есть, например, есть период влюбленности, вот, когда они сами химически проявляются, и с этим ничего не нужно делать. Когда просто так колбасит тебе хорошо, вот. А потом, ну, через какое-то время, там, через полгода это состояние проходит. Вот, как такая некая химическая реакция. И тогда уже люди, ну, сами должны этот процесс инициировать. То есть, если представить метафору, да, вот сначала костёр горел очень долго, сильно. Потом остались одни угольки, и людям уже самим приходится подкладывать туда дровишки. То есть, самим, как бы, делать для другого, там, говорить что-то такое, чтобы чувства опять, ну, проявлялись. А нужно ли это? Или пусть, может быть, они задухают, будут новые? Ну, смотря какие цели. Если человек хочет только просто влюбленности, и ему дальше ничего не нужно, то, да, вполне. А если он хочет длительных отношений, вот, но тут уже без такой работы не обойтись. То есть, в любом случае это работа? Да. То есть, влюбленность, она проходит в любом случае. Задача, допустим, психолога. Если не получается, если у людей есть цель, но они не могут её достигнуть, бывают ли такие вот обращения к тебе, как к психологу? Да, ну, если это касается работы с парой, например, да, вот, то обычно люди, когда приходят, и самое первое, ну, с чего вообще стоит начинать работу, это то, как вот они договариваются, как они коммуницируют. Вот, это вообще самая основа работы с людьми, вот, например, с парой. Вот, какие у них друг от друга ожидания, там, реальные они или нереальные эти ожидания, вот, кто чего хочет, ну, и как они вообще договариваются. То есть, даже существуют такие, ну, прям контракты, когда человек, пара приходит к психологу, и этот контракт можно, ну, там, заполнить. Да, там, кто отвечает за деньги, там, кто отвечает, там, за рождение сына, там, кто отвечает за времяпрепровождение. Вот, и все эти моменты, на самом деле, ну, полезно проговаривать. В нашей культуре, конечно, это не принято, и для многих людей кажется очень диким, да, что вот мы сейчас там будем встречаться, и всё как, ну, как пойдёт, так и пойдёт. Вот, а на самом деле, правда, у каждого же человека есть своя картинка в голове, представление, ну, каким должен быть там другой человек, да, и что я от него жду. Вот, но часто бывает так, что другого картинка, она не такая, как у меня. И об этом, ну, многие очень печалятся, ранятся. Ну, и часто начинают другого человека под эту картинку подстраивать. Ну, и тогда получается уже конфликт. Вот. И в завершение нашей беседы, может быть, как психолог посоветуешь нашим телезрителям, у которых сейчас весенняя хандра, как им быть, что делать? Ну, если у вас хандра, я думаю, что хорошо бы начать вообще с питания того же самого, принимать там витамины, то есть это самые такие элементарные способы такой профилактики, там, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться, вот, и постараться впечатляться, ну, теми изменениями, которые происходят сейчас, вот, в природе. Потому что сейчас действительно очень красивая пора. Можно просто наслаждаться, можно наблюдать. И принимать всё, что происходит в жизни, с благодарностью. Правильно? Да, да. В нашей студии был психолог Дмитрий Набатов. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова